Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы вернулись на мой канал посмотреть очередное видео по перспективе. Сегодня мы будем делать вот такое, то есть мы будем делать сетку и научимся её использовать. Потом вот такое, это тоже вид сетки. И вот такое. Я надеюсь, что все эти три работы я смогу вместить в одно видео. Когда я это делала без видео, то у меня ушло где-то, наверное, 45 минут на всё это. Бумага, которой я буду сегодня пользоваться, вот эта. Это бумага для маркеров. Это не самый лучший бренд, но для моего уровня подходит, так как я уж очень много не рисую. Эта бумага 70 грамм. Это тонкая бумага. Она тоньше, чем печатная бумага. Печатная бумага, знаете, что я в граммах не знаю, она 20 паундов, а это 18 паундов. То есть она тоньше. Это делается для того, чтобы легко просвечивать страницы, если надо. Я обычно отрываю этот альбом. Когда покупаю его новый, я его сразу отрываю. То есть я в альбоме его так не храню. Потому что эту бумагу легко использовать для черчения, когда можно вот так поставить линейку. Или вот с этой стороны. То есть тогда у меня бумага с доской не связана. То есть я могу повернуть, как мне надо, если мне надо. И мне это больше нравится. Ну что, начнем. С того, что сделаем горизонт. Я поставлю горизонт где-то вот здесь, потому что я потом хочу еще и вид сверху делать. Но сначала сделаем вид снизу. И вот это будет горизонт. Сразу отмечу середину, чтобы равномерно распределить все на листе. И вот это линия зрения. Я проведу ее больше, чем надо. То есть я проведу прям вот так все. Потому что потом эта линия станет линией измерения. Но пока это линия зрения. Теперь нам надо определить, где стоит наш человек. Я это буду делать вот так, чтобы точки схода входили. Вот примерно вот здесь будет стоять человек. Вот так низко. Можно эти точки схода сделать вот прямо сейчас. С помощью этой линейки. С помощью треугольника. Это не всегда дает точность. Так как здесь на треугольнике не отмечено, где середина. Иногда кажется, что вроде точно, а оно не точно. Так, я вот... Ну, сделаем вот так. Я провожу эти линии. Они должны получиться одинаковые по длине. Это у нас правая точка схода. Вот она. Это левая точка схода. Вот здесь стоит человек. То есть это наш чел. Вот здесь стоит. И это как в прошлом видео. То есть его руки вот так направлены, как будто лучи идут до горизонта. Теперь мы определяем, где наша земля. По-английски это называют ground. И в этом есть какой-то смысл. Я не знаю, эту терминологию употребляют по-русски или нет. То есть это основа. Откуда все начинается. Где начинаются предметы. Где стоит здание. Можно выбрать здесь любое расстояние. Я это расстояние сделаю такое, чтобы оно легко делилось на какие-то единицы. Я сейчас померяю в дюймах. Значит, у меня до человека 8,5 дюйма. Почему я использую дюймы? Потому что они больше. Их легче видно, чем сантиметры. Значит, вот у нас идет один дюйм. Если вы хотите, берите сантиметры и делайте, например, по 2 сантиметра. Они все равно, кстати, будут меньше. Ну вот, пусть у меня ground будет вот здесь, вот где 3 дюйма. Сейчас я все это выдумываю на ходу. Но когда это мы делаем на самом деле, или, например, там по фотографии какой-то архитектурный рисунок, тогда мы можем померить и это определить. Вот здесь у меня будет ноль. Отсюда будет начинаться все измерение. Теперь мне надо определить вот это расстояние, перенести его, спроецировать сюда. И я это сделаю линейкой. Я просто померяю. Давайте в сантиметрах. Они поточнее. Получается 20 сантиметров и 2 миллиметра. Вот я это расстояние с такой же точностью и отмечу. И теперь точно такое расстояние с другой стороны. так как эти стороны, эта и эта сторона одинаковые. Значит, у нас получается вот эта линия спроецировалась вот сюда и получилась вот эта точка. Я ее назову правая точка. Сделаю цифру 1, так как у нас вот здесь уже есть правая точка схода, а это ее проекция. С этой стороны, соответственно, левая точка схода. Сейчас вы поймете, для чего эти точки нужны. Или я сразу скажу, они определяют глубину проекции. Если вот эта у нас прямая, скажем так, проекция, то есть без глубины, то все, что вот тут, будет с глубиной. Сейчас мы это сделаем. Ну что, мы начнем с того, что наш Ground Zero, то есть начало, мы соединяем с главной точкой схода. Я это буду делать красной ручкой, чтобы выделялась. И с этой стороны с правой точкой схода. Красота. Теперь мне вот здесь нужна единица измерения, масштаб. Масштаб зависит от того, что это. Это стоит человек, это рост человека, либо это небоскреб, плюс рост человека. То есть от этого зависит, какое вот это деление. 20 сантиметров, либо 3 метра. Но вот здесь надо отметить такие же деления, как здесь. То есть я использовала дюймы, и я начну с дюймов. И вот здесь я по одному дюйму отмечаю. Вы отмечайте то, что брали вы по сантиметру, там по 2 сантиметра, по 3. Сколько влезет, столько и ставьте. Вот у меня вот так вышло. Можно вот сюда даже еще один вместить. Вот тут у меня 11 вмещается. Ну-ка, один дюйм сюда войдет? С этой стороны? Нет, не войдет. Ну все, будет так. Теперь, для чего нам нужны вот эти отметки и вот эти? Для того, чтобы отметить глубину. Значит, что мы делаем? Мы берем линейку и правую сторону соединяем вот с этой точкой, с правой стороны. Вот я беру вот эту самую дальнюю точку, соединяю. Линию проводить не надо. Мы только ставим вот тут отметку и отходим на следующую точку. Опять ставим отметку и идем на следующую точку. у архитекторов чертежников есть специальная линейка, которая это делает быстро. Но это те, которые еще пользуются старомодными методами, как делать это вручную, потому что сейчас все используют программы в компьютере для этого. И вот так отмечаем прям до самого конца. Все? Все. Вот отметили. Видите, уже как-то перспектива видна. Теперь то же самое делаем с этой стороны. Так, с этой стороны обычно мне неудобно. Поэтому я переворачиваю немножечко. Почему неудобно? Потому что когда камера и у меня вот так стоит линейка, мне голову надо сверху поставить, а тем самым я закрываю камеру. Так что я обычно это делаю переворачивая. Немножечко под углом. Так, ну что? То же самое. Только делаем отметки. Профессионалы эти отметки делают такие маленькие, что непрофессионал их даже не замечает. когда вы смотрите на вот когда рисунок размечены. Если вы не знаете на что смотреть, то вы этого даже не замечаете. Вот так они это делают. У меня обычно эти отметки как заборы получаются. Как мне учительница в пятом классе сказала, что я когда делаю оси координатные рисую заборы как отметки. Вот так я их и рисую с тех пор. Так, вот так вышло. Что у нас неравномерно что ли? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ага, шестая не вошла. То есть у меня с этой стороны 6, а с этой 5. То есть это будет не совсем квадрат. Квадрат без вот этой отметки будет. Ну хорошо, теперь мы берем и вот эти вот эти точки сводим сюда. Вот сейчас линии мы рисуем. Так как мы не знаем еще какой длины они нам нужны, мы их рисуем полностью. Вот эта линейка очень хорошая для этого. Она тяжелая. То есть я ее положила, вот тут держу рукой, это не сдвигается. Когда вы пользуетесь пластмассовой линейкой, она сдвигается. То есть вы давлением ручки подвините линейку. В этом деле хороший инструмент облегчает всю работу. иногда я буду молчать, потому что я концентрируюсь. И знаете, у меня же нет дома такого своего офиса со звукоизоляцией, где только я и больше никого. то есть в эту комнату постоянно кто-то заходит, что-то берет, кто-то смеется, кто-то будет со мной разговаривать. Так что вы меня извините, но зато я записываю живой звук. Как ни странно, с живым звуком легче объяснять. Оно вроде как тяжелее делать видео, потому что больше концентрации на разных вещах. Но легче объяснять. Так, вот это мне не подходит тут немножко, что у меня где тут клей, который склеивает страницы. И он приподнимает линейку. Так, теперь с этой стороны. Наверное, это видео интересно только тем, кто это делает со мной. Потому что я так предполагаю, что на все это очень нудно смотреть. представьте, если это в сантиметрах, какие маленькие вот эти клеточки. У меня тут одна не нарисовалась клеточка. Так, вот у нас наша первая сетка в двухточечной перспективе. Если вы посмотрите, то здесь немножечко начинает диагональ сходить. То есть она не сюда идет, а немножечко вот сюда. Это потому, что когда я прикладывала вот эту линейку, вот эту, делая эти стороны где-то на один градус, что-то у меня не так. Вот видите, как я сразу сказала, что вот этот метод, он не дает идеальную точность. Потому что пока я провожу, провожу здесь, руку снимаю, иду сюда, в это время линейка чуть переместилась, и в результате диагонали, видите, они не сходятся сюда, должны сходиться. Но ничего, пусть у нас будет так, что у нас не идеально человек смотрит в угол. Или он смотрит в угол идеально, а все это чуть-чуть повернуто. В принципе, идеального ничего в природе, в натуре и не бывает. Вот у нас получилась квадратная сетка, и все вот эти цифры, они соответствуют. Например, если здесь один, то вот это цифра, если здесь два, то это два, это три, это три, четыре, это четыре, пять, вот это пять. То есть, сказала пять, а написала шесть, да? Тут шесть, и тут шесть. То же самое здесь, один, один, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять. Ну что, сейчас мы сделаем нечто похожее, но когда у нас предмет находится не вот здесь, а где-то в другом месте. А потом мы будем поднимать высоту. Сначала давайте выучим элементарное, а потом все остальное. Чтобы вас не заставлять смотреть одно и то же сто раз, я уже начала, то есть у меня есть горизонт. Вот это наш горизонт, линия, куда смотрит человек. Теперь мы отметим точки схода, и в этот раз я не буду пользоваться треугольником, то есть я не буду делать вот это, я хочу сделать поточнее, что я сделаю, я отмеряю вот это расстояние от нуля, и у меня ровно 14 сантиметров, может там на миллиметр, я ошибаюсь, и я это расстояние отмеряю вот здесь, ну вот, а я там горизонт хотела написать, у меня вот здесь правая точка схода, теперь точно так, с этой стороны 14 сантиметров, надо встать, с этой стороны будет вот левая точка схода, теперь вы помните, что мы берем вот это расстояние, сколько здесь оно, меньше 20 сантиметров, да, в прошлый раз у меня было 20 сантиметров 2 миллиметра, сейчас я эту линию проведу, значит, вот это расстояние, и это у меня не доходит 2 миллиметра до 20, и отмечу его вот здесь, вот мои 20, я отнимаю 2 миллиметра, вот это расстояние для левой точки, теперь то же самое я делаю для правой точки, так как знаю, что они у меня равны, эти линии, так поточнее будет, правая точка, извиняюсь, то есть вот эти линии у меня равны, и вот в той книге, которую я поместила, что все сейчас скачивают, об этом тоже говорится, что это и это равны, теперь мы выбираем опять 0, и опять же выбирайте единицу измерения любую, можно просто вот так поставить, а потом разделить эту сторону на какие-то там отрезки, я буду мерить, так как уже все деления есть, думаю, где этот граунд сделать, в прошлый раз он у меня был на трех дюймах, давайте я его сделаю и в этот раз на трех дюймах, и опять же его можно делать где угодно просто что легче когда уже единица измерения четкая 1, 2, 3, вот здесь он у меня будет сделаю с этой стороны да, вот это одна проблема что клей с этой стороны и он затрудняет работу убирать его, отрывать его, страницы начинают отрываться все, вот это у меня нулевой уровень, но я теперь не хочу чтобы у меня ноль был вот здесь, я хочу чтобы ноль был где-то в другом месте, то есть это уже выбор либо здесь, либо здесь, пусть у меня будет ноль где-то здесь, опять же можно поставить вот это 0 а потом от него вести отсчет можно сразу сделать отсчет потом выбирать где 0 то есть вот мои единицы измерения то есть если я поставлю эти точки то 0 где-то в одной из этих точек на мой выбор либо я могу поставить 0 потом делать измерения но тогда у меня вот здесь не совпадет то есть у меня здесь может так быть Это ничего страшного, оно просто легче, когда все это вот так идеально совпадает Так что я сделаю вот так пока Когда мы рисуем что-то вот по фотографии, у нас такой идеальности не получается У нас никогда ничего не совпадает Но пока мы учимся, мы сделаем так, что совпадает Здесь должен еще один инч войти Он входит, но прямо вот сюда Видите, даже с этим методом, вот здесь у меня пару миллиметров есть, а здесь нету Вся моя система падает То есть у меня эта точечка прямо вот здесь, на конце бумаги Так, ну что, теперь Надеюсь, вы помните, что мы будем делать Нам нужен сначала ноль То есть где у нас находится угол предмета Все начинается именно с угла Можно сделать вот здесь, можно сделать вот здесь Можно сделать посредине Я сделаю вот здесь Так как у меня уже все так красиво Пусть будет красиво То есть это мой ноль Получается, что вот эту линию Можно переместить сюда Но я этого делать не буду Чтобы не загрязнять весь рисунок Эта линия у нас Куда смотрит человек И также высота Одновременно То есть это наша главная единица измерения Вот здесь, на этой линии Единица измерения точно такая Как будто эта линия переносится сюда Сейчас вы это все увидите Соединяем ноль с главными точками схода Что нам даст поле В котором мы рисуем Я сказала, что с главными точками схода Это левая точка схода И правая Главная вот здесь находится Она у нас просто не употребляется сейчас Ну, теперь то же самое Все наши линии измерения С правой стороны Отмечаются вот здесь Вы хотите сказать, что если вам делений больше надо Ну, первое Можно продлевать эту линию дальше То есть длиннее бумага Либо есть второй метод Я его тоже покажу Давайте пока это освоим Значит, мы не рисуем линии Мы только делим отрезки И у нас получается точно такая же Единица измерения Только в перспективе Поэтому они не одинаковые Потому что в перспективе Расстояние между ними будет уменьшаться Визуально При удалении И это наше второе правило Перспективы Помните, первое правило О линиях, которые параллельные Вот так А второе вот так Вот это у нас как будто бы Параллельные линии вот так Идут к этой точке схода Поэтому я и говорю, что нет Большой разницы между Перспективами одноточечной Двухточечной Значит, теперь я начинаю Вот отсюда Отмечать Удобно мне с этой стороны Я опять переворачиваю Вот так мне лучше То есть, вот она сюда Вот отсюда То есть, я соединяю Вот эту самую крайнюю точку И эту И вот здесь я отмечаю Нудная работа Это очень нудная Представьте, когда это Очень большая единица измерения Очень много делений Большая точность Когда вы чуть ли не как По миллиметровке рисуете Но зато Когда вы это построите Видите, вот именно основу Остальное Поставила я ее правильно Остальное все легко Да, тут уже все И уже есть И точки Все уже есть Ну-ка, точность Точность Вот видите Не точно Вроде поставила А не точно Я ее продлю немножко Чтобы я знала Какая Правильная Так, вот она Что это со мной было Что я не там Точки поставила Вот эта точка Давайте еще раз Умеряем Наверное, я линейку Держала вот сюда А это неправильно Да Ну вот, видите Ошибаюсь Давайте-ка Перепроверять все это Так Это правильно Это правильно Оно хорошо Когда мы ошибаемся Потому что Есть возможность Закрепить материал Так как мы Исправляем ошибки Материал закрепляется Все Вот это вот Самая, наверное Большая ошибка Когда путают Эти точки То есть Когда мы делаем деление Мы сводим Только сюда Вот она Одна Вторая Все Значит у нас идет Сюда стрелка Сюда стрелка Так Это неправильная Значит у нас идет Вот эти Вот эти Правильные Вот так Остальное все правильно Ну извините меня Бывает Длинный день был Уже поздно Сейчас 9 вечера Уже плохо соображаю Значит сейчас я сразу Чтоб С этим не путаться Я сделаю эти линии Вот сюда Это я уже точно Помню И эту линию И эту линию Все Спасибо за просмотр Да, красота, похоже То есть вот эти расстояния похожи Они одинаково уменьшаются Да, я тут нагрязнила вам, конечно Ну что, теперь сюда В эту точку Значит, когда мы рисуем лидии Мы сводим в точки схода А когда мы делаем, отмечаем деление То мы сводим вот в эти проекции Ну вот, все Да, все хорошо вышло Вот сейчас видно, что весь этот сдвиг идет Вот так У меня такое чувство, что так как я тут ошиблась Надо это сделать еще раз И поменяем ноль Давайте сделаем Я в этот раз постараюсь рисовать чуть быстрее Пусть у нас Вот эта точка схода Для удобства я отмечаю человека по средине Это у нас линия зрения Теперь я пойду от обратного Я отмечу расстояние Где у нас точки схода У нас было 14 сантиметров Ну-ка, 14 сюда попадет 14 сюда попадает Ну вот Будет по 14 Здесь и вот здесь Еще раз проверю 14, 14 И вот здесь человек на таком же расстоянии Вот так Вот у нас эти линии схода Это у нас левая точка схода Вот здесь правая точка схода Выбираем ground То есть землю Так, чтобы было выгодно Думаю, что делать По 2 сантиметра сейчас Да, ну давайте Сделаем по-нашему Сделаем по 2 сантиметра Больше делений Правда, маленькие будут Но ничего Я сначала это отмечу Так как я буду Поднимать это здание позже То есть вот наши деления Масштаб опять же Любой может быть Теперь мы выбираем Где проходит земля Пусть она проходит Где-то вот здесь Что-то у нас земля И в этот раз Давайте сделаем сетку С этой стороны Я сейчас сразу сделаю Все эти деления Чтобы было легче По 2 сантиметра Да, тут нужны Хорошие очки Таким как я Кого уже зрение Портится Уже в глазах Двоица и троица Вот так Ну и вот пусть у нас Вот это будет 0 Пусть у нас Вот отсюда Начинается Все построение Отсюда мы будем отсчитывать Отсюда может начаться Угол здания Он может отсюда и не Начинаться Но мы отсюда будем Отсчитывать Все что нам надо Теперь мы проводим Это у нас Левая точка Давайте То есть правая точка Подпишу Потому что Когда их много Их может быть Очень много Этих точек Значит мы 0 соединяем Вот с этой точкой И 0 соединяем С этой точкой Кстати По некоторым методикам Можно 0 Даже не трогать Ну 0 Вы от 0 будете считать Но предмет Скажем где-то вот здесь Эта часть Конечно будет В плохой перспективе Но есть и такое Ну что Теперь нам надо Точки схода Должны они быть Что-то как 21 сантиметр 20 Да У меня ровно 20 Ну-ка я встану Чтобы была Хорошая точность 20 Ну поразительно Каждый раз Там миллиметр С одной стороны Миллиметр с другой Значит вот это у нас Будет Левая точка И с этой стороны Будет правая точка Очень часто Я вижу Что здесь Ставят цифру Для того Чтобы их отличать От этих точек Ну что Теперь делаем Наши единицы Измерения Идем вот отсюда То есть получается С прямой линии Мы идем В проекционную точку И отмечаем деление На линии Которая сходится К нулю Пока без ошибок Так Сейчас будут ошибки Да раз без ошибок Тут сейчас будет ошибка То есть вот это Пересечение сейчас Земли И направление Зрения человека Это просто Обыкновенная точка Хотя там И вертикальное Измерение проходит Да Все сделали Теперь то же самое С этой стороны Бумагу сейчас Переворачивать Не буду Вот она То есть вот это Вот ошибка Когда это делают Сюда Это то что я сделала Прошлый раз Мы идем к левой Проекционной точке L1 А к этой точке Мы почему идем Я вопрос задаю Думаю Может кто-то Знает Даю время Подумать Потому что это нам дает Глубину Это точки Которые нам дают Глубину квадрата Теперь мы Вот эти линии Соединяем С точками схода Правую сторону С левыми точками схода Пытаюсь сделать Поточнее Знаете Это же уже Дебри Перспективы Это уже Серьезное построение Так делается Ручка Красиво пропускает Иногда Мне нравится Для рисунка Было бы класс Почти как акварель А вот интересно Это наверное Отпечатки моих пальцев Вы видите Что вот в этом месте Вот две Эти линии Все пропускают Представляете Такое Пальцами прижало Да Опять Класс Видите Будем знать Теперь Что можно пальцами Потыкать А потом делать рисунок Будут Это точно Три пальца Наверное Это вот эта рука Была Поразительно Я раньше этого Не знала Что эта бумага Так Взаимодействует Прям как акварельная Акварельную бумагу Тоже пальцами Нельзя трогать Так Ну вот это хорошо Идет Без ошибок То есть на этом Чертеже Мы сейчас будем Учиться Поднимать Вверх Что-то Какое-то Здание Или что-то На определенную высоту Красавица Немножко вытерлась Но ничего Теперь мы смотрим На наш угол Вот наш человек Смотрит И вот 60 градусов Вот здесь Самая лучшая Перспектива Вот здесь Уже Так себе То есть Здесь уже Человек не видит То есть Тут перспектива Нарушается А вот это Самое лучшее место Где рисовать Там мне кто-то Задал вопрос Насчет того Что рисует Перспективу И все какое-то Нарушенное Вытянутое Потому что Оно далеко Вся перспектива Вот здесь То есть Это единица Измерения Такая маленькая По идее Если бы это было На большой бумаге То это могло бы быть Большого размера И потом Когда мы берем Только вот этот Участок здесь И он нарисованный На вот такой бумаге Большой То кажется Что это большое На самом деле Все происходит Вот здесь В этом месте Так Ну что Вы можете Сказать так А что Если я хочу Больше клеточек Вот у меня Здесь вышло 1, 2, 3, 4, 5 Так как у меня Здесь вышло Только 5 А я хочу Больше клеточек И помните Я уже Раньше сказала То есть Ну надо бумагу Длиннее И продолжать Вот это Отмечать Но можно Этого не делать Сейчас я вам покажу Второй метод Буду делать Это карандашом Значит Что мы Берем Мы берем Один какой-то Квадрат И определяем Куда сходится Диагональ Можно взять Вот этот Например В идеальном Мире Эта диагональ Должна Сойти Сюда Но вот У меня Этот квадрат Как раз Диагонали Сходится Сейчас Я ее Проведу То есть Там Где не было Никакого Смещения Диагональ Сошла сюда Ну-ка Вот с этой стороны Вот у меня Есть тут Квадратик И тоже Диагональ Идет туда Видите Не буду Так толсто Рисовать То есть В любом месте Когда я возьму Квадратик Этот один Диагонали Все должны Сходиться сюда То есть В правильно Построенной Двухточечной Перспективе Диагонали Сходятся сюда В одноточечной Диагонали Идут сюда Ну теперь Теперь легко Теперь Где мы хотим Эти квадратики Добавлять Например Вот здесь То есть Вы Берете линейку И находите Где он Следующий Вот если идите По диагонали Вот эта точка Соединяете С правой точкой Схода И проводите Эту линию Класс Или вы хотите Еще Вот сюда Можем Поставить Точку Видите Одна Диагональ От одного Квадратика Нам дает Столько Еще Перспективных Квадратиков Одни Квадратики Видите Поэтому эти углы 90 градусов Это очень Полезная вещь Это я Еще О прошлом Видео Думаю Иногда Сложное Что-то Легче Выучить Чем Вот Азы Потому что Азы Это надо Как-то Их понять О Еще один Палец Отпечатался Да Здорово И так Можно Все Это Пространство Вот так Разрисовать Но нам Все Не надо Мы Сейчас Будем Вот здесь Рисовать Какую-то Основу Здания И мы Его Поднимем Вверх Я Сейчас Найду Резинку Вытру Эти Линии Чтобы Чтобы Не Не Мешали Ну Что Давай Теперь Сделаем Основу Какую-то Чтобы Было Посложнее Будем Делать Не Квадрат Вот Пусть У нас Что-то Начинается Вот Здесь Потом Идет Сюда Вот По Этой Линии Пусть Оно Приходит Сюда По Этой Линии Вот Сюда Вот Такое У нас Будет Проведу Линейкой Уже Чтобы Было Точно Так Все Делаю Линейкой Когда Я Такое Делаю Для Себя То Часто После Того Когда Все Перспективные Линии Построены Я Уже Просто Рисую От Руки Не Буду В этой Форме Ничего Вырезать Как В прошлый Раз Чтобы Не Усложнять Себе Картинку Тем Более Что Я Выхожу За Область Идеальной Перспективы Вот Этот Угол У меня Немножко Не Входит То Вот Тут Он Будет Некрасивый На Вид Вот Он Угол 60 Гранусов Ну Чуть Чуть Выходит Ничего Страшного Вот Это Будет Прям Идеальное Ну Что Друзья Теперь Такие Будут Дебри Это Такое Сложное Но Мы С вами Выдержим Значит Что Мы Сейчас Делаем Нам Нужно Найти Точку Ее Называют Reference Как Точка Не знаю Измерения Как ее Еще Перевести Нам Нужно Взять Самый Дальний Угол Вот Этого Этой Основы Вот Он И Вот Этот Ноль Их Соединить И Продлить До Горизонта Вот Так Обычно Тут Просто Точку Отмечают Ну Чтоб Было Понятно Я Это Сделаю Вот Эта Линия И Это Это Этот Референс Точка Референса Знаете Я вас Сначала Напугала Сказала Что это Сложно Теперь Думаю Может Я Этим Блок Создала Не Так Уж Это Сложно Просто Надо Научиться Представлять Себе Значит Что Это Точка За Ноль Это Наша Единица Измерения То Если Эту Линию Перенести Сюда То Вот Эти Клеточки И Эти Клеточки Вверх Они Создают Представьте Как Квадратики То Есть Вот Эта Вся Линия Которая Проходит Через Пол Для Горизонта Когда Она Пойдет Вот Так Она Нам Даст Верхнюю Сторон Второе Как Можно Представить Представьте Что Вот Это В Мыслях Своих Мы Смещаем Вот Сюда И Оно У нас Становится Как Типа В Начале Тогда Будет Легче Как То Понять Что Мы Делаем Потом Когда У нас Пойдет Отсюда Линия То Вот Эти Вот Точки Вверху И Внизу Как Совпадут Вот Сейчас Это Сделаю Давайте Решим Насколько Мы Поднимаем Вверх Наш Квадрат А значит И всю Плоскость Мы Поднимаем А Плоскость Начинается Вот Отсюда У меня Здесь 1 2 3 4 До Горизонта Все Исчезает Давайте Сделаем Выше 5 Может У меня Даже 6 Войдет Значит Мне Надо Вот Здесь Что Это У меня Были Сантиметры Это Были Сантиметры Мне Надо Вот Здесь Вверху Счет Мерить Так Значит Если Мы Считаем От 0 1 2 3 4 5 6 Это 6 Не Знаю Если Я 6 Подниму Войдет У меня Вся Картинка Или Нет Давайте Попробуем Пусть Высота Этого Здания Будет 6 Вот Этих Единиц Не знаю Чего Это Метров Или В одной Единице 3 Метра Значит Что Мы Теперь Делаем Мне Надо Определить Где Эта Точка Начиная От Нуля Вверх С Мне Сюда Надо Перевести С Этой С Стороны Я Сделал Это Карандашом Так Можно Вытереть Вот Так И Теперь От Нуля Все Вот Это Наша Точка 6 Теперь Мы Проводим Линию От Этого Референса С Этой Точкой 6 Потому Что Это Тоже Что Наш 0 То 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 Я Вот Это Положила Вот Он 0 Я Его Как будто Перенесла Сюда Даже Не знаю Как Это Так Еще Объяснить Чтобы Это Было Ну Совсем Понятно Наверное Это Делать Надо А Потом Вдруг Как То В Один День Придет Озарение Вот Так То 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 Наша Точка 0 Если Я Здесь Напишу То Здесь Потом Ну Давайте Напишу Все Равно То Что Тут Рисунок Пойдет То То Это Проекция 0 Вот Туда Вверх Теперь Понятно Как Для Чего Этот Референс Чтобы Мы Могли Определить Этот Угол Этот Угол Кстати Тоже 90 Градусов Ну что Теперь Теперь Просто Теперь мы берем Вот эту точку Поднимаем Вверх И точка Соприкосновения Вот с этой Линией На Референсе Нам Даст Вот этот Угол Клево Это Сто Процентов Могу Сказать Что Вот Это Расстояние Будет Шесть Единиц Это Самый Тяжелый Момент Дальше Просто Дальше Вы Наверное Без Меня Знаете Значит Дальше Что Давайте Я возьму Какой-то Другой Цвет Возьму Красный Опять Значит Вот у нас Есть Вот эта Точка И это Нам уже Дает Дальний Угол Дальнюю Сторону Теперь Нам Надо Вот эта Точка И вот Эта Линия Мы знаем Что Эта Точка Соединяется Вот с Этим И вот Эта Линия Мы знаем Как эта Линия Получилась Вот здесь То есть Это Соединение С Правой Точкой Схода Значит Теперь Вот эту Точку Соединяем С Правой Точкой Схода Вот Теперь У нас Вот эта Сторона И эта Сторона Параллельные Но в перспективе Они Сходятся В горизонте И теперь Вот отсюда Мы Поднимаем Вот эту Сторону И вот У нас Есть Одна Сторона Класс Я считаю Что Это Класс Так Ну что Пойдем Дальше Теперь Нам Можно Провести Вот Эту Сторону Как Вот Эта Сторона У нас Получилась Вот здесь Внизу Это Линия Которая Идет В левую Точку Схода Значит Вот Здесь Вверху От Этой Точки Мы Проводим Линию Которая Идет В левую Точку Схода Вы знаете Что Я Тоже Сейчас Делаю Красным Потом Наведу Сейчас Было Как-то Больше Понятно Где она У меня Эта Точка Вот Она Вот Эта Линия Чтобы Не Загрязнять Рисунок Я Вот Тут Не Рисую Сейчас Теперь Мы Берем Линейку И проводим Вертикальную Сторону Вот Она Красная Ручка Давайте Черная Сделаем Вернее Синяя Ну Вот У нас Уже Видите Кусок Интерьера Есть Если Мы Рисуем Интерьер То Можно Не Закрывать А потом Тут Рисовать То Что Здесь Происходит Ну Что Теперь Нам Осталось Провести Вот Эту Сторону Вот Эта Сторона Она Параллельна Вот Этой Это У нас Получилось От Того Что Идет В Эту Точку Значит Теперь Из Правой Точки Вот Этот Угол Так Надо Поставить Чтобы Встать Не видно Что я черчу Вот Так Вот Так Лучше Видно Здесь Проходит Эта Сторона Значит Это Ближняя Ко Мне Сторона Надо Ее Навести Лучше Чтобы Было Понятно Что Она Ближе И Теперь Вот Эту Точку Мы Соединяем С той Линии Тоже Наводим Хорошо Чтобы Было Видно Что Это Впереди Ну Теперь Последнее Вот Этот Отрезок Заодно Проверим Сойдется Или Вон В эту Точку Так Сходится Не совсем Идеально Тут Где-то На пол Миллиметра Разница Сейчас Проведем Линию А потом Вот он Вот здесь Он сошелся Ну вот Получился Идеальный Дом Или что Это Такое С Высотой Шесть Единиц Оно Вроде Как Вначале Так Типа Сложно Но Когда Это Чуть Поделаете И Оно Как-то В представлении Начнет Складываться Это Легче Вот Если Вы Осознаете Как Даже Не знаю Как Это Описать Как Это Легче Чем Заучить Наизусть Скажем Так Легче Вот так Прийти К Пониманию Потому Что Некоторые Вещи Надо Просто Вызубрить И Все А потом Они Как-то Сами Откроются У меня Было Такое Что Я Что-то Выучила По Перспективе Потому Что Я Не Понимала Что Это Я Просто Выучила Как Правильно И Вот Так Несколько Лет Делала Потом В один Прекрасный Момент В то Время Когда Я Мыла Пол В Кухне Я Вдруг Остановилась Потому Что На Меня Нашло Неожиданное Зарение Я Вдруг Поняла И Вот Это Я Поняла Вот Эту Точку Я Поняла Что Он Удаёт И Даже Не Знаю Как Как Это Получилось Мне Казалось Что Я Об Этому И Не Думала Что Ещё Я Сегодня Планировала И Так Уже Много Большое Видео Вот Это Мы Сделали Ошибки Мы Учли Вот Такое Мы Сделали Но Это То же Самое Просто Здесь Это Здесь Это Когда Это Дело Для Себя То Я Проводила Все Линии Чтоб Было Видно Так Вот Такое Я Хотела Сделать Ну Вот Такое Это Вот 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 Похоже Похоже Только Здесь Я Два Предмета Сделала Так Что Это Вот Это У меня Даже Красивее Получилось Один Крупненький Очень Долго Долго Это Рисовать И Штук Десять Страниц Может Больше Ушло Потому Что На Одном Листе Это Строить Невозможно То Есть Вы Построили Вот Эту Часть Пересвечиваете На Другую Страницу Строите Вот Эту Часть Потом Все Вместе Пересвечиваете И Вот Так По Частям Кто Знает Photoshop Понимает Это Как В Photoshop Вы Эти Уровни Ставите Лэйеры А Здесь Каждый Этот Уровень Это Отдельный Лист Бумаги И Вот Так В конце Оно Сводится Вот В Это А Потом Вы Все Эти Детали Раскрашиваете Разрисовываете Не могу Вам Показать Фотографии Откуда Я взяла Я Просто В интернете Наткнулась На Вот Такую Фотографию И Написала Человеку Который Выложил Эту Фотографию Чтобы Спросить Чтобы Можно Мне Ее Показать И Ее Использовать Но Он До Сих Пор Не Ответил Рисунок Можно Плюс Рисунок Не Совсем Точный Он Изменен Немножко Конечно Узнаваем Но Ну Что Ж Дерзайте Пытайтесь Попробуйте Сделать Вот Это Это Уже Достаточно Сложный Уровень А Я Буду С Вами Прощаться Удачи Вам Всем До Свидания В Следующем Видео Я Скорее Всего Сделаю Акварель Потому Что Я Уже За Акварель Как То Соскучилась А Потом Опять Перейду На Перспективу И Отвечу На Вопросы Которые Мне Задали Там У меня Собиралось Несколько Вопросов Ну Все До Свидания До Новых Встреч